Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают и учился, соответственно, в Рашти, непосредственно учеником самого Рашти, который в то время жил в Киргале и, соответственно, преподавал. И называл себя Бабом, что означает «врата». Врата. Вот этим он подразумевал то, что он является «вратами людей» к имаму, имаму Заману, к 12-м имаму, то есть он является посредником между людьми и имамом. Изначально свою проповедь строил на том, что он является посредником между людьми и имамом. Позже он поменял свою идеологию и стал называть себя посредником между Богом и людьми. То есть он объявил себя посланником Бога и пророком, и провозглашал отмену религии ислам, книги, Коран и из послания новой книги, которую он назвал «Баян». Это его убеждение послужило причиной для того, что в 1261 году Хиджи он был арестован и отправлен, выслан в Шираз, на свою родину, где находился определенное время под наблюдением. И в это же время, то есть во время своего нахождения в Ширазе, между шиитскими и имамитскими учеными и между Бабом состоялась дискуссия, в ходе которого он проиграл эту дискуссию. Вследствие данной дискуссии он покаялся и проклюл всех тех, кто верит в то, что он является Бабом. Позже он переехал из Фахана и находился в местности, его названием Марку. Здесь он получил письмо от своих сторонников, от своих учеников, от своих последователей, от тех людей, которые верили в то, что он является Бабом. И уже вследствие данных, полученных им писем, он объявил себя, соответственно, пророком. И лучший из пророков уже перешел на новую ступень и стал открыто проповедовать. В Исфахане его также арестовали. И во время судебного процесса он открыто объявил себя пророком и объявил, что с этих пор религия Мухаммада отменена. И его осудили, и он опять покаялся. И в результате он в 1266 году был, соответственно, расстрелян. Умирая же, он оставил множество писем, какие-то свои последователи, писал книги перед казнью и объявил о приходе своего наместника, который якобы должен был прийти через 2000 лет. Через 2000 лет должен был прийти его преемник, которого он назвал Ман Язахаруку Аллах. На этом история Баба закончилась. Какая-то была группа людей в Иране, которая проповедовала его учения, исследовала его учению. Но его собственная деятельность на этом практически закончилась. Начался новый этап, который был продолжением учения Баба, который был осуществлен Мирзой Али Мури Бахаруллах. Родился он в 1233 году Хизуев в Тегеране. Он был из семьи одного из руководителей Ирана. Его отец занимал важные посты в правительстве Ирана. Он также своих братьев сделал сторонниками Баба посредством его проповеди, его деятельности, пропагандистской деятельности. Его братья также стали сторонниками Баба. И в числе их был его младший брат Мирза Аяхья. Они организовали покушение на нас, Рюльдин Шаха, в результате которого Шах не умер, но умерли многие их сторонники, которые подвергались жесточайшему преследованию. И, соответственно, власти открыли охоту на бабистов в лице Мирза Хусейна Али Мури и Мирзе Яхьяк, и их последователей. И многие их сторонники были просто убиты и казнены. Сам же Бахаулба, он обратился в посольство России, соответственно, чтобы они дали ему укрытие, убежище. И посольство России предоставило ему убежище. Потом Россия договорилась с Ираном, чтобы они оставили его в покое и отправили его обратно в Ирак, в Кербелу. То есть была договоренность о том, чтобы Бахаулла оставили в покое, и Россия отправила его жить в Кербелу. За несколько месяцев до прибытия Бахауллы в Кербелу также прибыл его младший брат, младший брат Мирза Яхьяк. Их очень тепло встретили, в частности, правитель Кербелы. И у него состоялась встреча в посольстве Великобритании и Франции. И позже он, соответственно, переселился в Багдаде. Также очень горячо встретили. И правитель Багдада также оказывал ему определенные почести. Позже многие из тех, кто называли себя Бабистами, соответственно, объявили себя тем самым «мен» из «Харупуллах». Помните, я о том самом человеке, о котором обещал, который через 2000 лет, о приходе которого говорил сам Баб. Очень многие Бабисты, соответственно, объявили себя этим человеком. И начался террор со стороны Мирза Хусейна Алинаури и его брата Мирза Яхья, которые начали геноцид этих «мен». Этих «мен» было очень много. То есть многие из этих «бабистов» объявляли себя этими. И в итоге часть этих «мен» была убита, а часть «бакая» здесь в результате деятельности Хусейна Алинаури и, соответственно, Мирзи Яхьи. И позже, соответственно, когда уже не осталось конкурентов, сам Бахаулла назывался Баб. Он назвал себя «меном». И здесь началась уже конкуренция. Конкуренция Бахауллы с Субхумазадом. Субхумазадом, который также утверждал о том, что, как-никак, он является знаместником и преемником Бабаулла. И здесь началась конкуренция, которая влилась в кровопрогрития, которые позже уже влились просто в бандитизм, который распространялся на простых жителей. То есть они уже начали терроризировать жителей Кирбилы, Энаджафа и паломников. И в результате этого террора иранское правительство пожаловалось на Усманскую империю, так как в то время Ирак выходил в Усманскую империю. И Усманская империя перевела их всех вместе в Стамбул. И позже их перевели в город Едирный. Соответственно, уже борьба между двумя течениями бобизма, которая уже сформировалась в Ираке. Одна это Бахаиты и Азолиты. То есть террор, убийство, борьба, которая была между ними, она не прекратилась. И поэтому Османская империя вынуждена была их отправить в разные места. Но Азолитов они отправили в Кипр, а Бахаитов в Палестинку, в Хайфе. И в итоге его могила в Хайфе стала Киблей. А сам он стал богом для Бахаистов. Что касается Азолитов, то их история довольно-таки темная. То есть, скорее всего, они просто исчезли из карты и, соответственно, растворились как на. Причина тому давление на Азолитов и отсутствие полной поддержки. Бахаиты, они распространились и выжили благодаря израильскому формированию, которое наладило с ними тесные связи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После него, соответственно, был его сын Аббас Эфенди. Аббас Эфенди стал его преемником, который возглавил бахаитов. Он себя называл Абдул-Бахар Раб Бахаулды. Первые шаги, которые он стал делать в качестве лидера, это то, что он пытался объединить бахаитов с мусульманами. Участвовал в общественных молитвах. Мусульман, когда было объявлено о создании Израильского государства в 1917 году, когда английское правительство объявило о том, что нужно было такое заявление сделано, что нужно создать правительство в Палестине, иудейское правительство, национальное правительство в Палестине. Этот Аббас Эфенди, соответственно, он это поддержал, и у него состоялась встреча с британскими послами, где он был назван сэром и был посвящен рыцарю. И когда он умер, многие британские чиновники, и сам Черчилль, также отправил письмо с соболезнованиями семье и сторонникам. После него стал правителем Шауки Эфенди. Он был сыном старшей дочери. Какую роль сыграл Шауки Эфенди? Он придал бахаизму международный характер. Он сумел сблизить со многими международными организациями эту течение, эту секту. И, в общем-то, построил огромное множество храмов в Индии и так далее. То есть, во многих местах в Америке они имеются у них храмы. В Израиле огромное количество храмов, где они поклоняются, то есть, вместо их поклонения. Это была его роль, которую он сыграл. После его смерти, соответственно, выбора какого-то не было, потому что детей у него не было. и он учился в Оксфорде и поэтому женился на американке Мэри Максвелл, которая и взяла на себя после него руководство бахаитами вместе с 27 бахаитскими деятелями. То есть, 27, и она, то есть, 28 человек в Индии некого совета возглавили бахаитское течение. Мэри умерла в 2000 году. Являются сторонниками израильского режима и сотрудничают, и всегда поддерживали израильский режим. И наоборот, израильский режим их поддерживал. Их религиозный центр находится в Хайфе, который входит в состав, то есть, находится на территории израильского режима. Что нужно заметить, то, что сам Бахаулла, который в Багдаде встречался с английскими и французскими послами, многие своих убеждений взял в них. То есть, сам Акбас Аханги, хоть и думал, что он считал, что многие из убеждений своего отца были впервые им провозглашены, хотя, если посмотреть на историю, то прослеживается обратное. И, судя по всему, он взял это именно из встречи, то есть, вынес из встречи с послами. Такие, допустим, как то, что источник религии, только один источник религии. То есть, он проповедовал равноправие мужчин и женщин. И еще один момент, он проповедовал создание общего языка для всего мира, то есть, для всех народов. Он проповедовал, что нужно создать какой-то один язык, на котором мог бы говорить любой абсолютно человек. Ну, в то время, когда жил Бахаулла, на Западе эти идеи, если прослеживать, то мы видим, что эти идеи на Западе были в то время популярны. Это не было идеей самого Бахауллы. И, скорее всего, он делал это из Запада. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок А в каких странах после этого выходят? Вы? Только вы, группировали. Я думаю, что в таких странах, где силен исламский фундаментализм, Там такая фандоматализма швейцкого толка, Солдовская равня, например, но эти следователи находятся? Нет, ну там-то нет, это такая цивилизованная страна. Ну, не знаю, кто что там. В Катаре. Да, с нами было. Субтитры создавал DimaTorzok